Девушки отдыхают Тщательно Меня потрясло совершенно кладбище в Новой Зеландии Это невероятно Мы ехали по потрясающей, прекрасной солнечной дороге Слева были луга Выше эти луга переходили в горы, в ледники А справа, прямо на берегу океана стояли домики Вот как у нас там это называется, шесть соток Очень красивые дома Понятно, что люди там за каждым цветочком ухаживают Понятно, что люди живут в какой-то природе Которую можно себе только представить в виде декорации И вот дом, следующий дом, где живут люди Следующий дом, шесть соток, шесть соток Все это на берегу этого океана Все это вот в этом прекрасном ландшафте Вот в этой прекрасной природе Следующий дом Продовольственный магазин Они здесь покупают еду Дальше еще два дома опять живут И следующий дом, это такой Ну, наверное, детский сад Наверное, у них как там по-другому называется Но дети много Играют с какой-то девушкой, с воспитательницей И вот что потрясающе Что буквально там через два дома Точно такие же шесть соток И стоят камешки То есть это кладбище Где написано имя и фамилия человека Который лежит под этим камнем И эти люди, когда идут в магазин Эти люди, живущие здесь Которые ведут своего ребенка вот в этот детский садик Или уже более взрослые, там, молодой человек Или девочка, которые идут в школу Они идут мимо могилы бабушки и дедушки Бабушка, дедушка Они здесь, они рядом Они вот, их никуда не увезли И не закрыли никакой оградой И это говорит, не случайно там Это одна из самых там Высокоразвитых и цивилизованных стран мира Но Новая Зеландия Одесса дала миру огромное количество ученых Мечников Университет имени Мечникова Менделеев Вообще, очень многие крупные ученые Вообще, как бы, могли бы представлять Одессу Смотрите, очень кто-то хорошо придумал памятник Видите, черный мрамор и белый халат Белый халат, это мудро, это правильно Все горячее, невозможно прикоснуться Да, 56-й год, оказывается То есть, я еще жил Я уже жил одно время с ним И это Жаль, я, проще, еще не знал Нет, это действительно такое счастье Вот это хорошо очень Вот этот халат И то, что он, это очень правильно Замечательно, что он здесь Замечательно, что он открыт для людей Можно сюда прийти, поклониться И сказать спасибо, Владимир Петрович Спасибо за все Между прочим Вот, я, естественно, не был знаком Академик Филатов Я, естественно, с ним не был знаком Но Нужно сказать, что Вот человек, который Олицетворял с собой во многом Одессу Это, конечно, выдающийся врач Великий врач И я, естественно, о нем что-то такое знаю И самое главное, что я знаю, что Это человек, который Просто с раннего детства Он Я вот знаю, такая есть история Это абсолютно документальная история Как он шел с папой И был ребенком Папа вел его за руку И он увидел слепого И сказал папе А что, этот человек ничего не видит? Папа говорит, ничего Он говорит, как каждый человек должен видеть солнце? Удивительно, что это отец его запомнил Записал И удивительно, что потом целая жизнь Он потом Очень много учился Он учился на медицинском факультете Московского университета Он, между прочим, увлекался там живописью Он увлекался Самыми разными направлениями науки Но стал врачом И вот его всегда интересовал Вот глаз Это удивительно Человеческий глаз Я вообще очень люблю Ценю и уважаю врачей Очень У меня друзья врачи Я очень уважаю врачей Мне кажется, что это Вообще главная в мире специальность Главная профессия Потому что врач, как никто другой Помогает человеку жить И у меня друзей много врачей Я, к счастью, вот Немного болел И немного сталкивался с врачами Вот В их реальной работе Хотя в последнее время вот столкнулся Но для меня Врач – это человек, который Вот тебе больно А он может сделать так, что тебе не будет больно Ты что-то не можешь там Ты не можешь что-то там сделать Этой рукой А он что-то такое делает И ты уже можешь Это просто для меня равно Господу Богу И то, что академик Филатов Не просто открыл клинику А разработал впервые в мире Он, кстати, был представлен на Нобелевскую премию Он и не получил Это не имеет значения Он впервые в мире разработал операции на роговицу На роговицу глаза И разработал так, что Потом весь мир И все опять из нашей Одессы И потом весь мир стал делать эти операции Как операции очень простые И вначале в Одессу Приезжало очень много пациентов Очень много людей Практически лишенных зрения Они приезжали сюда не видя мир А уезжали видя Благодаря этому человеку Когда я ребенком И вот это удивительно Я ребенком Я жил на Чижакова Теперь это Пантелеймоновская Я садился в пятый трамвай Или в двадцать восьмой трамвай И вот мы ехали на пляж Там ехали в Аркадии Или в пятом в Аркадии И там объявляли Все объявляли остановку Клиника Филатова А он был жив, здоров Она не была еще имени Филатова Но весь трамвай Вот все знали Что здесь работает доктор Филатов Который вот поможет Который спасет Который не просто там Что-то такое здесь сидит и делает А который знак Одессы И к Филатову в Одессу приезжает Я много раз знал Что какие-то наши родственники Из Николаева, из Херсона Откуда-то едут Приезжают Там надо переночевать Потому что завтра Прием в клинике Филатова И удивительно Что мне казалось Что Филатов сам всех принимает Я понимаю Что у него была огромная клиника Я понимаю Что его самого Может быть больные Больные не видели Но Вот то, что он придумал И то, что он разработал Это, конечно, счастье И это, конечно, вот Гордость нашего города У него фантастическая биография Он учился в Московском университете На медицинском факультете Он работал в разных клиниках Он работал с разными Очень крупными врачами и учеными Я уже говорил Что он был выдвинут На Нобелевскую премию За свои операции Вот по глазу и прогрессию Но самое главное Что он Вот эту страсть Эту свою Я не знаю, как ее назвать Там Фантазию Мечту О том, чтобы люди видели Он реализовал Воплотил в Одессе Вот здесь все это Совсем недалеко И вот Его нет Вот опять Он на кладбище Он здесь А клиника Филатова А метод Филатова А то, что он делал Для людей с людьми Живо И будет жить еще долго Вот такое Живое Кладбище В Одессе Спасибо, дорогой Владимир Петрович Спасибо Что вы и здесь Что вы и есть Что можно о вас подумать Есть в Женеве Такой район Каруш Где Тоже никаких оград Где тоже кладбище Такой парк И там Почему-то написано Откуда эти люди И я Был Счастлив И радостен От того Что я каждый Третий Четвертый Памятник Вот Читая Видел Что это из Одессы Родился в Одессе А умер В Швейцарии Почему Как Ну так Так случилось Поэтому мне кажется Что Как бы сказать Вот культура Существования Кладбища Это наша культура Это культура людей Культура Общества И культура народа Культура 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 Субтитры создавал DimaTorzok